Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Мария Белесневич. Смотрите сейчас. Связанные одной кровью через две недели вступают в силу новая редакция закона. Сейчас руководитель обязан будет способствовать развитию тунерства. Какая предусмотрена скидка на платные медуслуби? В пьяном угаре в Бавруске задержан нетрезвый водитель. 10 апреля в 6.30 утра правоохранители проведут специальное мероприятие «Паутина». О чем говорит статистика? Собраться за пять минут и быть неотразимой легко. В эстетик-студии делают идеальный перманентный макияж. При правильной технике, хорошем оборудовании и мастерстве вся процедура проходит абсолютно безболезненно. Что в тренде? А также союзное государство, вступительные экзамены и отечественная марка. Белорусы стали чаще покупать новое авто. Кто в лидерах? Результаты переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина обсуждают эксперты. Среди итогов завершения согласования 28 союзных программ. Между государствами создана эффективная система обороны. При этом президенты решили продлить некоторые договоренности в военной сфере и продолжат наращивать свое взаимодействие в этом направлении. Уже после заседания Александр Лукашенко ответил на вопросы СМИ. Самое радикальное заявление – ядерное оружие надо в течение некоторого времени свести в одно место и уничтожить. Шофер под шофер. В Бобруйске задержан нетрезвый водитель. Обошлось без погони. Машина остановилась по первому же требованию. За рулем американца находился 33-летний местный житель. Алкотестер показал 1,77 промилле. Среди четырех пассажиров – двое детей. С 7 по 11 апреля на территории города сотрудниками госавтоинспекции будут проводиться целевые мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с управлением транспортом лицами, находящимися в состоянии опьянения и не имеющими права управления. 10 апреля с 6.30 утра правоохранители проведут специальное мероприятие «Паутина». Алкоголь – одна из самых частых причин ДТП. С начала года в регионе по вине нетрезвых водителей случилось пять аварий. Один человек погиб, семь травмированы. Личный состав, дополнительный рейс и обратная связь. В Бобруйске пройдет прямая телефонная линия. По каким вопросам? Громкие заколовки дня далее в специальном обзоре. Военные комиссариаты приступили к активной работе по приему личного состава. Главная цель – определить способность подразделений выполнять задачи по предназначению в условиях быстроменяющейся обстановки. Войскам предстоит отрабатывать учебно-боевые навыки как на полигонах, так и в населенных пунктах. Особое внимание состоянию техники и обеспечивающих систем. БелЖД увеличило число дополнительных поездов на апрельские и майские праздники. Более 250 составов будут курсировать по самым популярным направлениям страны. Высок спрос на билеты в Брест, Гомель, Витебс, Гродно, Могилев, Пинск, Коршу, Кричев и Комунары. Станет больше и международных рейсов. Наибольшей популярностью пользуются Москва, Смоленск и Санкт-Петербург. Опубликован график тестирования для белорусов, которые поступают в Россию. Он составлен так, чтобы абитуриенты смогли отдохнуть между экзаменами. Доступно испытания по биологии, химии, физике, математике, истории и русскому языку. В зависимости от своей будущей специальности, молодые люди выберут только два профильных предмета. Белорусы стали больше покупать новые автомобили. В марте продажи выросли на 27%. Все благодаря отечественной марке «Жили». На ее счету – две трети от всех легковушек. Реализовано более 4 тысяч. Кроме того, население активно приобретает машины премиум-класса, такие как BMW, Lexus, Land Rover, Toyota, Mercedes и другие. В Бобруйске 10 апреля пройдет прямая телефонная линия. Тема – работа учреждений здравоохранения. С 10 до 11 утра на вопросы ответит сотрудник центральной больницы. С 11 до часа на связи будет роддом и третья поликлиника. С полудня до 13.00 – главный врач БЦБ. Подробная информация на сайте госполкома. «Спасая жизни» с 21 апреля вступает в силу новая редакция закона о донорстве, крови и ее компонентов. В первую очередь увеличивается возраст для сдачи с 60 до 65. Во-вторых, из перечня преференций исключается гарантия по предоставлению дней отдыха. Для почетных доноров предусмотрена 25% скидка на платные медуслуги в госучреждениях плюс две недели неоплачиваемого отпуска по согласованию с нанимателем. Кроме того, можно рассчитывать на повышение пенсии. «Согласно новому закону, сейчас руководитель обязан будет способствовать развитию донорства посреди своих сотрудников и, соответственно, беспрепятственно отпускать их с работы для выполнения донорской функции. В свою очередь, донор должен за два дня будет уведомить нанимателя о том, что у него предстоит кроводача». Переливание крови и ее компонентов – важная составляющая для оказания многих видов медпомощи. В нашей стране порядка 100 тысяч доноров. Две трети из них – почетные. Каждая четвертая дотация – бесплатная. Никакой синевы, только естественные формы, линии и тона. В «Эстетик-студии» делают идеальный перманентный макияж. Основатель бьюти-пространства – Наталья Юнчик. За плечами сертифицированного мастера свыше 10 тысяч качественных процедур. На стрелке записалась и Ольга Васенда. Эстетик-студия – место, где любой изъян на бровях, веках и губах превращается в изюминку. Секрет в таланте Натальи Юнчик. Мастер-тренер перманентного макияжа в бьюти-индустрии уже шесть лет. В 2020-м победила на чемпионате Беларуси в номинации «Зажившая стрелка с растушевкой». Клиентов специалист обслуживает в просторном салоне красоты, которая основала с нуля. Перманентный макияж – это не больно. При правильной технике, хорошем оборудовании и мастерстве вся процедура проходит абсолютно безболезненно. Если есть неприятные ощущения, мы используем аппликационную анестезию, которая наносится, и все неприятные ощущения минимизируют максимально. Сертифицированный мастер не только делает, но и удаляет перманентный макияж. Плюс камуфлирует шрамы и рубцы. Для онкобольных любая процедура бесплатная. Стоимость зависит от типа и зоны кожи. Форма подбирается с учетом пожелания клиента. В случае с бровями специалист работает в двух техниках – волосковое и пудровое напыление. Переживала, боялась, что будет больно. Процедура была безболезненна вообще. Очень приятненько, все аккуратненько, сделано натурально, естественно, нет никакого покраснения. Переживала, как я пойду домой, что у меня будет вдруг распухнет что-то, нет, все чистенько, аккуратненько, приятно. Ну, я думаю, что я буду обращаться дальше к Наталье. Я давно хотела попасть, потому что у меня проблема. Каждые две недели я красила брови, а это как бы надоедает. Я к ней записалась, она мне сделала. Я уже с перманентом целый год хожу. Она выполнила полностью все мои запросы. И я очень переживала насчет цвета, чтобы не смывалась в какие-то странные зеленые фиолетовые цвета. Вот, я думаю, результат налицо, что до сих пор классно хожу и коррекцию не планирую в ближайшее время делать. Наталья Юнчик – создатель собственной техники в перманентном макияже век Shining Eyes, то есть сияющие глазам. Бьюти-мастер делает межресничку растушеванные или классические стрелки. Так взгляд приобретает глубину и выразительность, а ресницы кажутся более густыми и пушистыми. Все, что вы видите на моем лице – губы, стрелки и брови – это все перманентный макияж. Я не побоялась и пошла, и вы знаете, до сих пор я не делала коррекцию. То есть с первого раза у Наташи получилось все замечательно. И мне кажется, если человек талантлив, это видно сходу. Перманентный макияж в бьюти-индустрии закрепился давно. Меняются только тренды. В 2023-м четкие линии в прошлом. В настоящем – только легкое подчеркивание естественной красоты. А сделать это можно в эстетик-студии по адресу Московская, 38, кабинет 219. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Азбука безопасности. В Бобруйске прошел слёт юных спасателей пожарных. На базе 35-й школы за победу боролись 11 команд из учреждений образования города и района. Ребята соревновались в конкурсе «Строя и песни». Демонстрировали знания основ безопасности жизнедеятельности, оказания и первой медпомощи. А также на скорость надевали форму спасателей. Вот эти слёты проводят для того, чтобы ребята общались, получали новые эмоции и как-то потом воспользовались в случае необходимости теми знаниями, которые будут получены. Благодаря этому конкурсу я умею правильно оказывать первую медицинскую помощь. Я научилась ходить в строю. И просто это приносит очень хорошие эмоции. В тройке лидеров 24-я, 32-я и Воротынская средняя школы. Первое и третье место представят Бобруйск в следующем этапе конкурса. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА